Небольшой обряд Алгыс, чтобы задоблить духов и получить их благословение. И вот Екатерина Савинова получает ключи от своего нового дома. Сбылась её давняя мечта – современное и комфортное жильё. Туалет есть, и ванна есть, и вытяжка есть. Меня радует, что в кухне у меня вытяжка есть. Семья Савиных стала первой, кто получил ключи пострадавшим от лесного пожара в селе Бяськёль. Как и остальные, он полностью благоустроен и газифицирован. По площади жильё такое же, как и сгоревшее. Сегодня уже ничего не напоминает о том, что всего чуть больше месяца назад здесь всё было объято пламенем. Некогда самый старый район посёлка переживает своё второе рождение. Уже в октябре местные жители получат высокоскоростной интернет. Благодаря оптоволоконной распределительной сети договор о строительстве был подписан буквально на прошлой неделе. И в первую очередь сетью обеспечат пострадавший микрорайон. Жильё строят по немецкой технологии ускоренного строительства. С учётом особенностей региона. Все дома стоят на сваях, которые аккумулируют холод и не дают таять вечной мезлоте. Дома совершенно новые, инновационные. По части технологий вообще нет аналогов, я думаю, России даже нет. Параллельно с жилыми домами строят коровники для фермерских хозяйств. Сроки поставлены жёсткие. Завершить всё к 15 октября, пока не грянули морозы. Все объекты строятся, строятся быстро, качественно. И мы сегодня можем сказать, что вот тот поставленный мной срок 15 октября, когда дома должны быть все введены, он будет выдержан. И это только первый этап. По решению президента Путина в ближайшие годы здесь будут построены новая школа на 150 мест и многофункциональный культурно-спортивный центр. По решению президента Путина в ближайшие годы в ближайшие годы.